добрый день друзья я владимир козловских это канал золото валюта богатства в этом ролике мы с вами глянем доллар к рублю а еще сегодня мы посмотрим то как динамика доллара к рублю в последние месяцы была связана с событиями попыток прорыва высылую белгородскую и курскую область и строение в корпусе сначала конечно как обычно посмотрим исполнение предыдущего прогноза на 2-3 квартала которые мы с вами давали в сентябре прошлого 2023 года ссылка на этот ролик сейчас на экране и под этим видео его описание если вы хотите добиваться максимальной пользы от нашего с вами общения я бы рекомендовал вам в ситуациях когда мы анализируем предыдущие прогнозы просматривать ролик прошлого прогноза дважды один раз того как смотреть дальше этот ролик то есть тормознуть его и глянуть предыдущий прогноз а второй раз посмотреть старый прогноз после того как досмотрите этот ролик после первого просмотра до того как смотреть этот ролик дальше вы во первых освежите предыдущие прогнозы а во вторых если вы его раньше смотрели то поскольку прошло какое-то время доллар двигался вы сами что-то анализировали и думали и вы увидите в этом ролике то на что раньше не обратили внимание это очень полезно поскольку я стараюсь давать вам и только голый результат моего анализа и прогноза а еще стараюсь вам дать немного познания химического анализа прямо на конкретной рыночной ситуации от этого конечно страдает системность изложения этих анализа но зато это позволяет показать его связь с реальным жизнью прям на живом примере второй раз я рекомендую вам посмотреть ролик анализируемого прогноза уже после этого ролика то есть когда мы разберем предыдущий прогноз и сделаем следующий гарантирую вам вам что второй раз вы опять сделаете для себя много новых открытий и отметите новые моменты на которые раньше не обратили внимание все это в первую очередь ваших же интересах связано это с тем что в подавляющем количестве случаев невозможно дать будущую абсолютно точную цифру прогноза цены какого-либо инструмента невозможность это принципиальная очень условно она подобна принципиальной неопределенности присутствующих в квантовой механике подчеркиваю это образное сравнение они абсолютно подобие как и сами понимаете правильное понимание прогнозов которые я показываю вам и умение трансформировать их в соответствии с теми замечаниями и критериями трансформации которые я даю это в первую очередь в ваших же интересах это же в конце концов все-таки ваши деньги то чего только что говорил наверное нужно не все пожалуй это нужно только тем кто хочет постепенно научиться иметь свой собственный взгляд на рынке я пони я понимаю что не всем это нужно поэтому стараясь совмещать своих прогнозах своих роликах простые прогнозы с объяснением того как они могут быть получены и обоснованы я конечно же не даю полных и всесторонних обоснований но по крайней мере показываю возможные подходы на уровне классического технического анализа почему вам не всегда просто слушать то что я показываю и рассказываю в первую очередь это связано с тем что когда мы имеем дело с прогнозом мы принципиально сталкиваемся с вероятностной трактовкой и с критериями увеличения или уменьшение вероятности реализации того или иного сценария именно изменение этой вероятности влияет на объемы нашего участия в каком-либо предполагаем сценарий именно поэтому так сложно воспринимать рынке тем кто привык к кажущейся простоте и окончательной ясности которые на самом деле нет когда мы имеем дело с прогнозом реальных процессов в реальной жизни вы постоянно с этим сталкиваетесь и соглашаетесь например никогда невозможно заранее точно сказать за сколько часов и ком и за сколько конкретно минут сварится мясо казалось простое действие или сколько потребуется времени чтобы доехать до какого-либо места в городе ну и так далее всегда возникают неопределенности и оговорки но чем больше опыта и знаний тем точнее можно спрогнозировать результат мы теперь возвращаемся к доллару смотрим график прошлого прогноз это месячный график доллара круглую который мы с вами смотрели в начале сентября прошлого 2023 года вот этот маленький значок зачаток месячные свечки вот это начало сентября прошлого года этот график из того сентябрьского ролика сейчас я его показываю с дзена в той форме какой он тогда был размещен ссылка на эту публикацию дзене размещена под этим роликом его описание там две ссылки на публикации в дзене первое на тот график который есть сейчас и который мы будем смотреть чуть позже то есть на график который на сегодняшний день сложился а вторая ссылка эта ссылка на график который мы смотрим с вами сейчас если кому-то из вас удобнее смотреть не с экрана ролика со страниц публикации то просто тормозните ролик раскроете под ним его описание и откройте эту публикацию по ссылке которая там размещена также закрепленным под этим роликом сообщение есть ссылка на онлайн график на сайте брокера финнам там можно смотреть обе сессии и тогда и tomorrow причем в масштабах от минут до месяцев если вам удобнее смотреть график сайта то просто тормозните ролик и перейдите на график по ссылке закопленным сообщением напоминаю что в целях анализа и прогноза мы всегда начинаем работать с графиком today это моя личная точка зрения основывающаяся на моем личном опыте она не очень совпадает с общепринятой это кстати еще один момент почему вам иногда психологически сложно слушать мои прогнозы они достаточно часто не совпадают с массированными мессенджерами буркающими в интернете и всегда психологически достаточно сложно занимать неординарную позицию отличающиеся от массовой точки зрения в основе этого лежат наши стадные инстинкты которые помогали нам выживать миллион лет но нагоняемые в интернете массовые прогнозы психозы как правило играют противоположную роль они как правило не предупреждают об опасности хищника а наоборот сбивают людей в стадо и ведут прямо в лапу хищнику не все публичные прогнозы играют такую роль но как обычно легко воспринимающиеся и наиболее и наиболее амар миски и хайповые прогнозы приводят именно к таким результатам для справки предыдущие тоже удачный прогноз мы с вами разбирали в сентябре мы с вами это делали почти то есть тут прогноз мы делали с вами почти год назад в мае вот его график нет график недоступен не получается его покупать попробуем еще раз на не тут играть недоступен вот график того прогноза который мы разбирали разбирали сетябрьской публикации то есть ну вот этот был майский график если интересно можете глянуть и и тот прошлогодний майский ролик ссылку на него сейчас на экране под этим роликом его описание но вернемся к сентябрьскому прогнозу и к сентябрьскому графику вы наверное помните как все про пальчики и адепты секты поклонения доллару тогда блажили что все шопа скоро рубль совсем в кончится потому что что потому что контрнаступ и скоро клоун вместе с натой всех нас убедили мы с вами тогда сказали что очень высока вероятность что доллар достиг своих максимальных локальных значений как минимум несколько месяцев также мы с вами тогда отметили что это сильный признак того что как говорилось в одном старинном еврейском анекдоте контрнаступ все заметьте мы сделали только по рыночным данным это никакая не конспирология и не inside это четкие и ясные законы икона физики такие же реальные и точные как закон всемирного тикотения законы электродинамики и квантовой механики в принципе в принципе именно все именно ими все и управляется никаких новых законов нет мы тогда сами аргументировали своим аргументировали высокую вероятность приостановки доллара тем что во первых доллар пришел к своей 60 однопроцентной зоне фибоначчи вот она отложены одна предполагавшийся нами тогда внутренней 4 вот отсюда во вторых в августе доллар нарезан нарисовал качественную работающих падающих лету вот она которая находилась между двумя сопротивлениями кое и мы нарисовали еще больше года назад из каста и из долгосрочного анализа напомню что сама по себе фигура технического анализа или конструкт или свечная конструкция еще ничего не означает для того чтобы они стали значимым и получили силу они обязательно должны быть статистически значимо пробиты в направлении разворота или в направлении продолжения если фигура продолжения и в третьих мы с вами четко обозначили критерии начала консолидации и коррекция критерия начала этой консолидации коррекции мы с вами тогда обозначили либо пробой минимуму падающей звезды вот это августовской вот либо пробой минимума следующего месяца ангел сформирован если бы если бы это не произошло например в сентябре не было бы не было бы пробита августовская свеча то с октября критерий пробоя минимума падающей звезды остался бы сигналом коррекции он остался бы вот здесь а сигнал пробоя минимума следующего месяца то есть сентября пробой минимума сентября после его формирования стал бы критерием как минимум при остановке то есть консолидации доллара обращаю ваше внимание на то что тогда мы с вами даже обозначили характер коррекции тогда мы с вами говорили что наиболее вероятно что это должен быть зигзаг вот наш с вами значок зигзага на этом графике все тут все задукнотируем у нас с вами все ходы записаны мы с вами исходи мы с вами исходили из принципа чередования типов 2 и 4 и из того что предполагаемая вторая волна вот у нас вторая волна нарисованные долларом во второй половина второго года у нас плоская коррекция но вот она небольшая плоская значит будущую четвертую мы с большей вероятности ожидали как зигзаг ну и вот этим значком обозначили сейчас я дословно озвучу слова и сентябрьского ролика вырезать и делать вставку из того ролика не было в сентябрьском ролике этот фрагмент минус 16 минут это четвертый фрагмент в тайминге того ролика с названием сценарий и параметры возможной коррекции доллара вниз можете глянуть ссылки на сентябрьской на этот сентябрьский ролик были на экране есть под этим роликом его описание я просто озвучу читаться цитату из того ролика наиболее вероятный тип коррекции зигзаг ожидаемые параметры зигзага волна а текущие от текущих значений до уровня 84 рубля плюс минус плюс минус два с половиной рубля то есть примерно куда-то вот сюда волна b диапазон 84 рубля 90 рублей плюс минус 2 с половиной рубля и волна c диапазон то есть он диапазона 90 рублей плюс минус 2 рубля до 70 рублей плюс минус 3 рубля более точно из более высокой вероятностью параметры коррекции случае начала можно будет определить после формирования волн а и б то есть после вот этой волны и после вот этой конец цитаты теперь посмотрим на то что происходило после нашего с вами прогноза это у нас с вами доллар к рублю месяцах с 21 года но примерно вот отсюда по начало апреля 24 года то есть прямо до сейчас повторюсь если кому-то из вас удобнее смотрите управлять графика то под этим роликом закупленным сообщение есть ссылка на онлайн график доллара к рублю на финале если вам так удобнее смотреть то есть управлять графиком тормозить ролик и откройте график доллара к рублю по этой ссылке на сайте там можно управлять графиком смотреть его в разных временных масштабах смотрим вот после нашего прогноза в начале сентября до конца сформировался сентября вот он теперь критерии начала консолидации и начала коррекции разделились минимум падающей звезды вот он остался там где был в минимуме августа его пробой вниз это критерий начала коррекция еще раз подчеркиваю критерий начала коррекции это не просто существование красивый падающей звезды а для того чтобы она стала критерием коррекции необходим ее пробой вниз то есть только тогда она становится действенной после формирования сентября появился новый месячный минимум пробой этого минимума это критерий начала консолидации я разделяю технические понятия коррекции и понятие консолидации в октябре вот у нас с вами был пробит минимум сентября то есть вот пробой минимума сентября то есть сначала был реализован критерий начала как минимум консолидации доллара к рублю потом в ноябре вот он ноябрь был реализован критерий начала как был пробит минимум падающей звезды то есть минимум августа вот здесь вот и таким образом в ноябре критерий начала консолидации был усилен реализации критерия начала коррекции и в ноябре-декабре вот они ноябре-декабрь и декабрь реализовалась первая часть нашей коррекции я полагаю что наиболее вероятность что это волна а то есть весь этот фрагмент это волна а на мой взгляд то есть я полагаю что только первая часть всей критерии во всей коррективной волне смотрим те параметры для волны а который мы были даны нашим с вами сентябрь скам прогнозе там мы с вами давали с вами давали прогноз что волна а будет от пробоя минимум падающей звезды то есть вот отсюда до уровня 84 рубля плюс минус два с половиной рубля именно там она и остановилась минимум декабря вот он 86 325 точно в этом диапазоне первая часть нашего сентябрьского прогноза выполнена достаточно точно после этого в соответствии с нашим с вами прогнозом январе-феврале сын сформировалась волна б вот он январь-февраль вернее декабрь ну она так начале января начал сформироваться декабрь январь-февраль но лучше но лучше ее будет смотреть не в месяцах а в неделях поэтому смотрим этот график неделях это тот же график доллара но уже неделях примерно с июня 22 года вот отсюда по настоящему сейчас вот первой неделе апреля вот она 24 года в неделях достаточно четко видим близкую 5 волновой структуру волны а то есть вот этой буковку я не обозначал чтоб сильно не затемнять раз два три 4 5 предполагаемая волна б января февраля вот это имеет достаточно выраженную трех волновую структуру вот три его 1 2 3 5 волновая структура предполагаемой волны а вот это говорит о том что высока вероятность того что волна c которая должна быть после предполагаем трех 3 волновой волны б будет ярко выраженным 5 волновым импульсом и достаточно глубоким подчеркиваю не точно будет а как и все в техническом анализе высока вероятность ну извините такова реальность о том же то есть о том что предполагаемая волна 4 то есть вся вот конструкция должна быть зигзагом говорит и прикс и принцип чередования угол на 2 вот она во второй половине 22 года вот она 2 . на графике нет но волна 2 вы видите плоско раз два три поэтому ожидаемая волна 4 это наиболее вероятно должна быть зигзагом вот значок зигзага который мы с вами нарисовали еще сентябре прошлого года напоминаю что во первых все эти технические свойства были открыты для активов отраженных золоте то есть для акций и товаров а здесь мы имеем фиат фиат а значит точность вероятность и надежных этих свойств будет ниже а во вторых 4 волной конструкцию с августа 23 года сюда все конструкция в настоящее время мы считаем условно пока эта конструкция не достигла максимума предполагаемый полный один вот этого места потому что вообще-то исходя из нашей долгосрочной раскладки с большей вероятностью волна роста от второй половины 22 года то есть вот отсюда по двадцать четвертый год то есть вся эта конструкция с большей вероятностью должна быть коллективной то есть она должна быть трехволновкой а bc они 5 волновкой но пока не достигнут максимум предполагаемые первые волны мы действуем в логике 5 волновки но кстати в золоте круглую которые мы смотрели в предыдущем ролике все же реализуется достаточно явно 5 волновой импульс то есть золото вот здесь вот правило уже максимум двадцать третьего года ссылки на этот ролик сейчас на экране и под этим роликом его описание актуальный график золота к рублю можете в данном финале и в общем реализующиеся в золоте 5 волновой импульс 22 24 годов похоже потребуют скоро корректировки долгосрочного прогноза золота круглую корректировка будет не кардинальной она похоже просто ускорит пребывание золота на высоких уровнях кублю то есть сожмет зеленый сценарий по времени укоротить его возвращаемся к доллару есть два критерия начала волны c то есть вот этой волны продолжение коллекции вниз первый это пробой минимума марта вот этого места это уровень у нас 90 рублей ну там с копейками то есть ниже 90 чтобы рынок ушел второй более классический и жёлки и и жесткий критерий это пробой минимума волны а то есть все вот этой конструкции то есть минимум декабря вот минимум декабря это 8 6 325 ну то есть 8 6 там 32 ниже чтобы рынок ушел в этом случае движение доллара кругу с наибольшей вероятностью будет носить ярко выраженный импульсный 5 волновой характер как и положено волне c причем нисходящее движение второй половине февраля вот это вот падение в этом случае можно будет первоначально принять за первую волну этой волны c для волны c оценки фибоначчи работают хуже но сделать но сделать ее от размера предполагаемой волны а то есть вот от этой в принципе можно на графике она показана красок сплажным фибоначчи вот фибоначчи красненький отсюда вот отложен от вершины волны в размер волны а и вот 161 процент волны смотрим проектировку 161 процент она заканчивается в районе примерно 73 с половиной вот она опять обращаемся к нашему сентябрьскому прогнозу для волны c там мы предполагали что волны c должна закончиться в диапазоне 70 рублей плюс минус 3 рубля то есть мы опять хорошо попадаем сентябрьский прогноз и пока оставляем его силе обращаю ваше внимание что возможное дно четвертой волны то есть вот это вот можно прогнозировать и вторым способом который мы раньше несколько раз использовали сейчас будет фраза со сложной логикой поэтому показываю ее на графике дно предполагаемой четвертой волны то есть вот это с наибольшей вероятностью будет находиться между внутренней четвертой волной корректируемой третьей волны вот этой и четвертой волной внутренней третьей волны всей корректируемой третьей волны если сразу не уловили то есть но я понимаю достаточно сложно все это звучит тормозните ролик и еще раз его посмотрите этот фрагмент и затем как я показываю его на рынке прямо на графике те кто любит те кто любит простые и как правило не очень правильные решения погодите бежать его пить что завтра доллар обвалится в 70 есть еще несколько очень важных замечаний первое этот сценарий не единственный ну то есть сценарий развития волны c но пока наиболее вероятны и очень важно я уже об этом говорил но обязан повторить еще раз для того чтобы он начал реализовываться необходимо выполнение двух условий о которых я уже говорил это сначала пробой минимума марта и второе еще более сильные условия это пробой минимума декабря вот этого места мы имеете ну конечно декабря 2023 года с точки зрения практики на пробое минимума марта все здесь можно приоткрыться против доллара и в области 87 88 где тут вот здесь по дневным или внутри дневным данным можно приостановиться а на пробое минимума декабря если он произойдет вернуть вернуться в короткую позицию против доллара к рублю опять и может быть добавить еще позиции против доллара напомню что короткая позиция в долларе к рублю это когда вы занимаете доллары и отдаете их с рубли и также напомню что длинная позиция в долларе могла закрываться как на пробое минимума августа то есть вот здесь когда он пробивался но для тех кто стоит на позициях того что солнце происходит в вашингтоне а богом является доллар пробой минимум марта или дальше декабря могут быть не возможностями открытия короткой позиции в долларе к рублю а просто возможностью подмешивать позицию в долларе ползут в пользу рубля то есть чуть чуть уменьшить свое участие в долларе ну может быть на время если этот сценарий формирования волны c начнет развиваться то в районе 100 процентов фибоначчи то есть примерно вот здесь в районе примерно в области 83 рубля ну плюс-минус полтора два рубля то есть где-то вот здесь можно ожидать консолидации и нужно будет ее смотреть на предмет того фигура это продолжение и фигура разворота смотрите лучше в днях или в часах поведение и управление позиции в этом случае в зависимости от того будет эта фигура и или или паттерн продолжения или это будет фигура паттерн раз или паттерн разворота и куда она они будут пробиваться но соответствии с нашим анализом если сценарий формирования вам волны c начнет развиваться то наиболее наиболее вероятно что в области 83 плюс минус пара рублей будет формироваться фигура продолжения движения вниз а более существенная консолидация сформируется примерно в области 73 плюс минус 73 с половиной плюс минус пару рублей характер сформировавшийся там фигуры и направление ее пробоя определить дальнейшую динамику доллара к рублю ну в принципе там достаточно существенной причины для того чтобы там точно приостановится я имею ввиду приостановится в короткой позиции к доллару но я считаю что области 73 с половиной и более вероятно если это сценарий начнет развиваться также будет фигура продолжение которое скорее всего пробьется вниз и доллар наиболее вероятно сходит в область 60 65 примерно отсюда это следует из более сложных исследований здесь я просто привожу их результаты как вы можете помнить из нашего благосрочного прогноза доллара к рублю если область 60 65 будет статистически значимо достигнута то есть там закроется месяц квартал или полугодия то мы ожидаем что развивается синий сценарий и мы с наибольшей вероятностью будем ожидать дальнейшего развития большой волны c то есть вот это то есть вот вся вот эта конструкция уже будет большой волнуется волнуется вот вот этой волны а вот она первая половина 22 года ссылка на этот ролик сейчас на экране и под этим видео в его описании мы посмотрели наиболее вероятный сценарий то есть сценарий падения доллара к рублю и критерии увеличения вероятности его реализации мы с вами сейчас смотрим только чисто технические критерии фундаментальные критерии то есть причины из реальной экономики мы будем смотреть когда будем знакомиться со стратегией по выводу мира из глобальной экономической катастрофы тысячелетия реализуемой нашим президентом но это будет позже когда мы лучше разберемся с масштабом и глубиной развивающегося с начала 2000 годов мирового экономического кризиса отмечу еще один технический критерий увеличивающие вероятность падения доллара к рублю как вы помните из нашего долгосрочного и последнего среднесрочного прогноза золота к доллару ссылка на ролик сейчас на экране и под этим роликом его описание наиболее вероятным сценарием золото к доллару в горизонте несколько в горизонте нескольких лет является кратное падение доллара к золоту то есть кратный рост золота к доллару к рублю же как вы помните наиболее вероятно что потенциал роста золота к рублю примерно ограничен максимум 22 года ну плюс минус 15 20 процентов от максимума 22 года а это не более 40 50 процентов от текущих значений а это означает что в горизонте нескольких лет более вероятным является сценарий долгосрочного глубокого падения доллара к рублю подчерки подчеркиваю это в горизонте нескольких лет и этот долгосрочный сценарий они завтра там или во вторник эти же оценки можно получить и иконы физическими методами дальше мы с вами глянем сценарий роста доллара к рублю и критерии увеличения вероятности его реализации я немного поджал недельный график чтобы увеличить масштаб диапазон марта 90 04 и 93 73 вот он диапазон марта является зоной разделения сценариев роста и падения доллара к рублю как мы только что разбирали пробой этого диапазона вниз означает увеличение вероятности развития локальной волны с лучшей случае же если подчеркиваю в случае если до пробоя до этого пробоя вниз произойдет пробой максимума 93 73 вверх то начнет расти вероятность роста доллара к рублю за уровень максимум 20 максимума 23 года то есть вот за этот уровень сто два сто 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 два пятьдесят подчеркиваю не точно вырасть вырастет выше доллар этого уровня а только начнет расти вероятность и здесь очень важным является трактовка фрагмента доллара к рублю января февраля 24 года то есть вот этот фрагмент вот этот флажок исходя из недельного или дневного графика начиная с недели 1 марта все вот отсюда 24 года эта конструкция потеряла возможность быть 5 волновым импульсом и таким образом она потеряла возможность стать началом 5 волны как это например произошло в золоте кублю и здесь очень интересно и почти конспирологично динамика формирования этой коррективной волны именно характера ее формирования представляет почти криминалистический интерес два максимума вот этот и вот это этой коррективной волны то есть вот форме флага были сформированы результатом торгов всего двух них всего двух дней переходим в дни так делаем дневной график сейчас он какое-то время подумает это вот так наверно достаточно это как раз у нас январь 24 года и нынешнее время в днях так то есть вплоть до пятницы 5 апреля вот он удивительный рост 16 января внутридневный вот макс первый максим этого флага повторяю нас подчеркиваю на сессии тудэй и загадочный рост доллара на сессии тудэй 22 февраля вот он то есть всего только эти два дня фактически сформировали вот эту фигуру флага и загадочная так если 16 января то есть вот в этот день сесть эту муру в той или иной степени поддержала вот эти внутридневные поддержки на сессии тудэй то 22 февраля то есть вот здесь здесь эту муру даже не шелохнулась и закрылась в районе 92 80 то есть примерно здесь она закрылась то есть более чем на 3 рубля ниже чем сессия тудэй вот закрылась сессия тудэй сессия ту муру закрылась вот здесь график ту муру я не привожу можете сами глянуть график сессии ту муру на сайте финал ссылка на эти графики на закопленном под этим ролике сообщение происходило все вот это вот в четверг перед праздниками и выходные и по заведенной компрадорами либерастами традиции выходные должно было произойти что-то очень негативное то есть чтобы поддержать этот рост но по всей видимости четко отработаться бы подавить спекулятивную атаку через рынок ту муру замечу что это было нетривиально то есть не очень просто поскольку у цб из-за ареста счетов нашими западными говно партнерами нет прямой возможности продавать доллар и пусть заткнутся те кто утверждает что цб в любой момент может сделать любой курс не может управление курсом это сейчас очень нетривиальная процедура и то что цб несколько лет выстраивал систему косвенного управления курсом оказалось экстремальной ситуации правильно а критики цб пусть хорошенько задумывается над тем чьи нарративы и за чьи деньги они отрабатывают и не пора ли им эти с повинны и начинает сотрудничать со следствием и во вторых по всей видимости наши спецслужбы отследили брокеров через которых велась атака на рубль на рубль и на выходных пригласили клиентов атактантов на интервью чтобы они объяснили свою прозорливость и источник средств для атаки на рубль вычисляется все это очень просто все сделки адресные и задокументированы анализ минутного графика сразу покажет где и кого нужно искать все это совершенно четкий почерк англосаксонских спецслужб когда инспирируемое имя события инициируют возможность спекулятивные игры и за счет нее с лихвой окупаются издержки на организацию этих террористических актов такая как бы самоокупаемость террористической деятельности но в этот раз все пошло не так параллельно с действиями цб похоже наши спецслужбы выходные 23 и 25 февраля предотвратили некие серьезные негативные события на земле и еще один момент о блоггер все подобные финансово-террористические атаки сопровождаются искусственной аккуратно и со вкусом проплаченной нашими врагами волной финансового психоза поэтому все публичные персонажи заливавшиеся в январе-феврале истериками по поводу предстоящего падения рубля и блажащие по поводу высокой ставки цб кандидаты на интервью в фсб по поводу своих экономических воззрений и финансовых источников их формирования а по сути это кандидаты на измену родине по всей видимости действия цб в четверг то есть вот здесь 22 февраля и работа спецслужб предопределили то что сессия today 26 февраля вот она открылась и закрылась ниже максимума 16 января то есть ниже вот этого места и на 100 482 это сразу закрыла для всей вот этой конструкции января-февраля возможность стать импульсной волной и стать началом пятой волны то есть эта конструкция четко начала трактоваться как коллективная волна вот она флаг то есть после того как доллар 26 февраля открылся вот здесь и таким образом этот флаг соревновавшийся 26 февраля резко увеличил вероятность дальнейшего среднесрочного падения доллар к рублю очевидно что вся эта финансовая заготовка должна была опереться на какие-то реальные военно-террористические события ну то что продолжится дальше роста и похоже что они в конце февраля были разрушены нашими спецслужбами армии и центральным банком поэтому попытка прорыва в белгород и теракт в крокусе это похоже запасные какие-то варианты там ну или какие-то вообще левые основные гнусные сюрпризы глупо обещанные ну вот похоже были предотвращены они похоже были запланированы именно на конец февраля то есть на либо на праздничные или либо на сразу после праздников и они были нами обнулены и скорее всего именно поэтому но в начале марта попросили на выход из госдепа поэтому попытки прорыва в белгород и теракт в крокусе скорее всего были какими-то афтершоками или реализации каких-то левых схем скорее всего те кто финансировали атаку на рубль при помощи этих военно-террористических а так пытались все-таки столкнуть рубль и вернуть убитые не удавшиеся атакой миллионы долларов но это же подсказуемые жадные и меркантильные англосаксы чего от них еще ждать либо это могла быть параллельная несогласованная с американцами операция организованная под шумок и наспех может быть это были французы а может британцы в любом случае полагаю что участники финансовой атаки аккуратно расписали нашим спецслужбам откуда были деньги на атаку и кто за всем этим стоял похоже что с конца марта под американцами загорелась земля и они начали гнусить вернее с конца с конца февраля с конца марта загорелась земля и они начали гнусить про какие-то предупреждения похоже что с конца февраля они частично утратили управляемость над этой ситуации и сработали какие-то нештатные варианты чисто британские или французские типа с целью поставить американцев и глубже втянуть их в конфликт с нами причем кстати аналогично аналогичный запах имеет и ситуация северными потоками тоже там все не очень просто подчеркиваю это никакой не inside или информации спецслужбам нею просто нет это только мои предположения и умозаключения исходя из динамики доллара я просто показал возможный характер то есть не конкретные события а возможный характер событий которые могли стоять за тем что волна января февраля вот это стало флагом то есть коррективной фигуры нас конечно же интересует дальнейшей динамикой критерии изменения сценариев поэтому возвращаемся в неделю несмотря на то что движение января февраля вот это с наибольшей вероятностью трактуется нами как коррективная волна тем не менее возможно его альтернативная трактовка с натяжкой с натяжкой мы можем фрагмент конца января то есть вот это место по настоящее время то есть вот этот фрагмент по настоящее время трактовать как первую волну в пятой волне натяжку можно списать на то что это фиат в фиате имеется ввиду фиатный доллар фиатном рубле в этом случае волна августа 2023 года то есть вот отсюда по декабрь 2023 года то есть весь этот фрагмент будет трактоваться не как волна а как весь зигзаг коррективной 4 волны то есть что вот этот вот небольшой зигзаг и будет вся четвертая волна теоретически ее структура и масштаб позволяют сделать это такая неоднозначность трактовки этой коллективной 4 волны истекает из двух факторов во первых четвертой волны самые сложные самые сложные области для прогнозирования даже есть такая шутка такая среди трейдеров что все заработанное в первой и третьей волны волне обычно теряется в четвертой и второй момент это фиат фиате это снижает работоспособность и точность волн иллиота для того чтобы трактовка возможности роста доллара усиливать необходимо чтобы фрагмент марта то есть вот эта вот часть постепенно начал выглядеть третьей волной для этого он должен стать импульсным волной вверх первый шаг к этому это пробой максимума марта 93 73 снимите эту правую вверх но подчеркиваю для этого пробой максимума марта должен произойти то пробоями то есть до того как произойдет пробой готовым то есть если сначала пройдет пробой минимума продамок а потом пробок пробой максимума то возможность формирования импульса исчезнет это создать то есть пробой максимума марта то есть этого места создать предпосылки и увеличить вероятность роста доллара ну хотя бы по крайней мере до области где-нибудь 95 98 куда-то примерно вот сюда подчеркиваю ролик записывается в пятницу 5 апреля перед сами выходными уже зоны разделения сценариев вот ужасе от этой зоны это диапазон марта и близость критерия увеличение вероятности роста доллара к рублю говорят о том что эти выходные могут произойти какие-то негативные события которые могут столкнуть доллар крост если это произойдет то следствию необходимо проанализировать крупные сделки с долларом на бирже и на внебиржевом рынке это может дать дополнительную информацию об организаторах и заказчиках этих событий если они произойдут подчеркиваю это не мой алармистский прогноз того что что-то должно произойти я просто вижу что текущая ситуация неустойчивого равновесия доллара к рублю располагает к таким вещам вторая причина этого это то что пока более вероятным как я уже говорил раньше является сценарий начала снижения доллара к рублю то есть более вероятным является сценарий падения доллара а это очень негативный сценарий для наших западных говнопартнеров для чего нашему противнику то есть западу нужен рост доллара во первых как вы помните из недавнего прогноза золото к доллару золото вышло на оперативный простор ростом доллару и в ближайшие годы может разнести его в пух и прах вместе с ним и все западные валюты включая евро фунт швейцарцы австралийцы с новозеландцем и канадцем и иену параллельно с этим разобьется инфляция то есть инфляционный рост всех товаров и в первую очередь нефти и другого сырья в долларе это приведет к оттоку капиталов из американского и в целом из западного долга в товары далее снизится доля доллара международной торговли и вращая западная неоколониальная система базирующаяся на печати доллара и других западных валют это то чего не понимают классические экономисты отказ от доллара и других западных валют произойдет не в результате каких-то научных споров и мучительных переговоров все будет примерно так же как произошел отказ от рубля в падающем ссср конца 80-х начала 90-х рубль просто начал дико падать поэтому перестал выполнять функцию денег абсолютно то же самое сейчас реально угрожает доллару и всем западным валютам но ту роль которую доллар играл для рубля в конце 80-х начале 90-х для него и для запада в целом сейчас играет золото а в будущем эту роль будут играть те валюты которые привяжутся к золоту полагаю что одним из первых будет руба поэтому и столь агрессивная роль запада в СВО речь идет о его выживании исходя из наших краткосрочных и долгосрочных прогнозов вероятно сильная девальвация доллара и других западных валют к золоту после пробоя максимума 23 года стала очень высокой поддержать доллар товарные массы его владельцы не могут поскольку от фундаментальной невозможности конкурентно производить и от жадности вывезли огромную часть производств из штатов и европы в китай и другие развивающиеся страны поэтому поддерживать доллар они могут только процентной ставкой и покупками доллара за счет других валют процентную ставку они собрали для текущих условий дальше нет американский европейский реальный сектор уже при таких ставках работать не может поэтому единственная возможность поддержать доллар и другие западные валюты это организовать их покупки за другие валюты поскольку валют этих у них самих нет то нужно помолить к этому бизнес и население стран где эти валюты обращаются отсюда попытки военной дестабилизации мира и теракты ну кстати в предобвальном к доллару состоянии как в принципе скажем так не парадоксально также находится иена евро и фунт то есть мы в принципе не исключаем таких конечных баллистических исходов то есть не получится другие валюту если у доллара система не получится съесть другие валюты то будут ей то доллар будет есть иену евро и фунт именно отсюда активизации европа помимо этого достаточно неоднозначная ситуация у юаня и ундийской руки то есть россия в какой-то мере выступает в этой валютно-финансовой войне фурпостом но подчеркиваю еще раз не курсы двигают событиями все ровно наоборот событиями рулит реальная экономика реальная икона физика попытка организации владельцами долларовой системы его росток рублю с одной стороны это попытка поддержки доллара а с другой попытка увеличение инфляции россии ухудшение жизни нашего народа это основная цель нашего противника чтобы попытаться трансформировать это ухудшение в анти государственные строения и выступления все точно так же как феврале 1917 или в конце 80-х начале 90-х случае если до пробоя минимума марта то есть вот этого будет пробить максимум марта то сформируются первые признаки для того чтобы фрагмент марта то есть вот эта вот небольшая волна постепенно начал становиться импульсной волной это не будет означать безусловное начало сильного падения рубля в доллар но будет означать что сильно вырастить вероятность того что долл может сходить как минимум в область 95 98 куда-то вот сюда если же в последующем будет пробить максимум 23 года то есть что 247 ну то есть что 250 примерно с очень высокой вероятностью доллар как минимум сходит в область плюс 61 процент 1 от предполагаемого 1 4 то есть примерно в область вот примерно вот сюда то есть в район 118 там 120 как минимум это чуть ниже максимума двадцать второго года тоже сюда заведем то есть ниже максимума двадцать второго года это сто двадцать рублей ну даже в случае пробоя максимума марта то есть он вот таким вот маленьким стал то есть вот этого места вплоть до роста доллара до максимума февраля то есть вот этого места минимум марта то есть вот это место то есть он даже дороже что вот примерно до этого уровня до тех пор пока не будет пробить максимум февраля минимум марта будет оставаться критерием начала волны c то есть снижение доллара в область ну примерно там 73 рубля примерно то это место сохранение возможности роста доллара как минимум до уровня 100 рублей то есть вот сюда вот говорит о том что произошедшая попытка прорыва высылу белгородскую область и теракт в крокусе могут быть только элементами затеянным англосаксами долгосрочной экспансии долгосрочной экспансии эскалации с россией и кукарекане лгптаса макрона по поводу французского контингента может быть только элементом общей картины эскалации запада против россии в любом случае динамика доллара к рублю в ближайшее время будет отражать предсказывать ход реальных событий на земле в нашем противостоянии запада если в ближайшее время будут пробиты вниз сначала минимум марта если будет пробит минимум марта а потом минимум декабря то это будет означать что в ближайшие месяцы дела у запада вместе с ним киева пойдут на земле и в экономике не очень хорошо если же в ближайшее время в ближайшие недели до пробоя минимум то есть до пробоя очень важно до пробоя минимум марта произойдет пробой максимума марта то есть вот этого места то стоит ожидать как военных эксцессов типа французского контингента так и увеличение вероятности новых террористических атак на россию резюмируем можем сказать что диапазон марта то есть вот этот небольшой фрагмент то есть вот этот мой узенький диапазон это зона разделения сценариев пробой вниз что пока более вероятно увеличение вероятности похода доллара в 73 рубля то есть вот сюда теоретически скажем так у вас 60 65 при этом это падение не обязательно будет быстро она может растянуться на несколько кварталов а может быть и на несколько лет затяжное долгое постепенное падение доллара это самый благоприятный сценарий в этом случае в экономике россии будут происходить события подобные первой половине двухтысячных годов но в гораздо большем масштабе и в более широком круге отраслей при этом сценарии рубль достаточно быстро начнет увеличивать свой вес международной торговли и входить в валютные резервы других стран если же до пробоя минимума то это проводит этого места будет пробит вверх максимум марта то это будет означать увеличение вероятности роста доллара как минимум до зоны 95 98 то есть куда-то в это место если этот сценарий насчет развиваться то анализ в днях формирующихся формирующиеся фигуры вот в этой области то есть под максимум что до области 198 будут давать дополнительные критерии возможности роста роста доллара выше 100 души соответственно дальше как я уже говорил раньше онлайн графики доллара кругу в масштабах от минут до месяцев нужно смотреть на сайте финал ссылка на этот график в закрепленном сообщении под этим роликом также в этом сообщении есть ссылки на процедуры быстрого открытия брокерских счетов но прежде чем открывать счета внимательно посмотрите мой фрагмент ролика о том как правильно начинать прибыльно торговать на бирже ссылка на этот фрагмент в этом же закрепленном сообщении между ссылками на график доллара и ссылками на открытие счетов в следующем ролике мы вернемся к анализу и среднесрочному прогнозу нефти в золоте и долларе похоже что в нефти начинает развиваться очень интересные события потом мы глянем нашу недвижимость и фондовый рынок и двинемся дальше задавайте вопросы обменивайтесь мнением спорьте между собой единственное о чем я хочу заранее вас предупредить это тип вопросов на которые я не буду отвечать я отвечаю на вопросы по тематике ролика или по тематике предыдущих роликов я не буду отвечать на вопросы типа о том куда может вырасти какая-нибудь акция или инструмент который мы еще не смотрели прошу меня прошу понять меня правильно только российских акций несколько сотен вас тоже как минимум несколько сотен и это потенциально несколько тысяч возможных однотипных вопросов при этом задать такой вопрос это 15-20 секунд а грамотно письменно на него ответить это как минимум час полтора это очень дорого для меня это просто физически будет невозможно поэтому чтобы не поощрять это на большинство таких вопросов я отвечать не буду ну уж извините меня на этом друзья разрешите откланяться и пожелать вам спокойного и прибыльного взгляда на рынок и полезного хладнокровия и до встречи новых роликах друзья и наверное коллеги